Если уж слушать Ника, то слушай внимательно. Такой уговор. Оставь, милая девочка, в покое скатерть и не заплетай бахрому в косичке. Звали ее Ю-Ю. Увидев ее впервые маленьким котенком, молодой человек трех лет вытаращил глаза от удивления, вытянул губы трубочкой и произнес Ю-Ю, точно свистнул, и пошло Ю-Ю. Сначала это был только пушистый комок с двумя веселыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на подоконнике, на солнце, лакал жмуриси-мурлычи молоко из блюдечка, ловил лапой мух на окне, катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, собственным хвостом. И мы сами не помним, когда это вдруг вместо черно-рыже-белого пушистого комка мы увидели большую, стройную, гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей. Ника, вынь указательный палец изо рта, ты уже большая, через восемь лет невеста. Ну что, если тебе навяжется эта гадкая привычка? Приедет из-за моря великолепный принц, станет свататься, а ты вдруг палец в рот. Вздохнет принц тяжело и уедет прочь искать другую невесту. Только ты и увидишь, издали его золотую карету с зеркальными стеклами, да пыль от колес и копыт. Выросло словом всем кошкам кошка. Темно-каштановая с огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть аршина, шерсть длинная и вся лосница, задние лапки в широких штанишках, хвост, как ламповый ерш. Ника, спусти с колен Бобика. Неужели ты думаешь, что щенячье ухо это вроде ручки от шарманки? Ну, если бы так тебя кто-нибудь крутил за ухо. Брось, иначе не буду рассказывать. Вот так. А самое замечательное в ней было, это ее характер. Ты заметь, милая Ника, живем мы рядом со многими животными и совсем о них ничего не знаем. Просто не интересуемся. Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали. У каждой своя особенная душа, свои привычки, свой характер тоже и у кошек, тоже и у лошадей, и у птиц, совсем как у людей. И никогда не верь тому, что тебе говорят дурного о животных. Тебе скажут, осел глуп. Когда человеку хотят намекнуть, что он недалек умом, упрям и ленив, его деликатно называют ослом. Запомни же, что наоборот, осел, животное не только умное, но и послушное, и приветливое, и трудолюбивое. Но если его перегрузить свыше его сил или вообразить, что он скаковая лошадь, он просто останавливается и говорит, этого я не могу, делай со мной что хочешь. И можно бить его сколько угодно, он не тронется с места. Желал бы я знать, кто в этом случае глупее и упрямее, осел или человек. Лошадь совсем другое дело. Она нетерпелива, нервна и обидчива. Она сделает даже то, что превышает ее силы, и тут же подохнет от усердия. Говорят, еще глуп, как гусь. А у меня этой птицы нет на свете. Гусь знает хозяев по походке. Например, возвращаешься домой среди ночи, идешь по улице, отворяешь калитку, проходишь по двору. Гуси молчат, точно их нет. А незнакомый вошел во двор, сейчас же гусиный переполох. Га-га-га, га-га-га, кто это шляется по чужим домам? А, ты все-таки не позабыла про кошку? Хорошо, возвращаюсь к ней. Спала Ю-ю в доме, где хотела. На диванах, на коврах, на стульях, на пианино сверхнотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах. Подползши под верхний лист. В типографской краске есть что-то лакомое для кошачьего обоняния, а кроме того, бумага отлично хранит тепло. Когда дом начинал просыпаться, первый ее деловой визит бывал всегда ко мне, и то лишь после того, как ее чуткое ухо улавливало утренний чистый детский голосок, раздававшийся в комнате рядом со мною. Ю-ю открывала мордочкой и лапками, неплотно затворяя мою дверь, входила, впрыгивала на постель, тыкала мне в руку или в щеку розовый нос и говорила коротко «мурм». За всю свою жизнь она ни разу не мяукнула, а произносила только этот довольно музыкальный звук «мурм». Но было в нем много разнообразных оттенков, выражавших то ласку, то тревогу, то требование, то отказ, то благодарность, то досаду, то укор. Короткое «мурм» всегда означало «иди за мной». Она спрыгивала на пол и, не оглядываясь, шла к двери. Она не сомневалась в моем повиновении. Я слушался. Одевался наскоро, выходил в темноватый коридор, блестя желто-зелеными хризалитами глаз, Ю-Ю дожидалась меня у двери, ведущей в комнату, где обычно спал четырехлетний молодой человек со своей матерью. Я приотворял ее, чуть слышное, признательное «мурм», «С-образное движение ловкого тела», зигзаг пушистого хвоста, и Ю-Ю скользнула в детскую. Там обряд утреннего здорования. Сначала почти официальный долг почтения, прыжок на постель к матери, «мурм», «здравствуйте, хозяйка», носиком в руку, носиком в щеку, и кончено. Потом прыжок на пол, прыжок через сетку в детскую кроватку. Встреча с обеих сторон нежная. «Мурм», «мурм», «здравствуй, дружок», «хорошо ли почивал?» «Ю-Юшенька», «Юшенька», «восторгательная Юшенька», и голос с другой кровати. «Коля, сто раз тебе говорили, не смей целовать кошку, кошка рассадник микробов». Конечно, здесь за сеткой вернейшая и нежнейшая дружба. Но все-таки кошки и люди, суть только кошки и люди. Разве Ю-Ю не знает, что сейчас Катерина принесет сливки и грешневую размазню с маслом? Должно быть, знает. Ю-Ю никогда не попрошайничает. За услугу благодарит кротко и сердечно. Но час прихода мальчишки из мясной и его шаги она изучила до тонкости. Если она снаружи, то непременно ждет говядину на крыльце, а если дома, бежит навстречу говядине в кухню. Кухонную дверь она сама открывает с непостижимой ловкостью. В ней не круглая костяная ручка, как в детской, а медная, длинная. Ю-Ю с разбегу подпрыгивает и виснет на ручке, обхватив ее передними лапками с обеих сторон, а задними упирается в стену. Два-три толчка всем гибким телом, кляк, ручка поддалась, и дверь отошла. Дальше легко. Бывает, что мальчуган долго копается, отрезая и взвешивая. Тогда от нетерпения Ю-Ю зацепляется когтями за закраину стола и начинает раскачиваться вперед и назад, как циркач на турнике, но молча. Мальчуган веселый и румяный, смешливый ротозей. Он страстно любит всех животных, а в Ю-Ю прямо влюблен. Но Ю-Ю не позволяет ему даже прикоснуться к себе. Надменный взгляд и прыжок в сторону. Она горда. На все, что вне ее дома, вне ее покровительства и благоволения, она смотрит с царственной холодностью. Нас она милостиво приемлет. Я любил исполнять ее приказания. Вот, например, я работаю над парником, вдумчиво отщипывая у дынь лишние побеги. Здесь нужен большой расчет. Жарко от летнего солнца и от теплой земли беззвучно подходит Ю-Ю. Это значит, идите, я хочу пить. Разгибаюсь с трудом. Ю-Ю уже впереди, ни разу не обернется на меня. Посмею ли я отказаться или замедлить? Она ведет меня из огорода во двор, потом на кухню, затем по коридору в мою комнату. Учтиво отворяю я перед ней все двери и почтительно пропускаю вперед. Придя ко мне, она легко вспрыгивает на умывальник, куда проведена живая вода, ловко находит на мраморных краях три опорные точки для трех лап, четвертая на весу для баланса, взглядывает на меня через ухо и говорит, мрум, пустите воду. Я даю течь тоненькой серебряной струйке. Изящно вытянувши шею, Ю-Ю поспешно лижет воду узким розовым язычком. Кошки пьют изредка, но долго и помногу. Иногда для шутливого опыта я слегка завинчиваю четырехлапую никелевую рукоятку. Вода идет по капельке. Ю-Ю недовольна. Нетерпеливо переминается в своей неудобной позе, оборачивает ко мне голову. Два желтых топаза смотрит на меня с серьезным укором. Мрум. Бросьте ваши глупости. И несколько раз тычет носом в кран. Мне стыдно. Я прошу прощения. Пускаю воду бежать как следует. Или еще. Ю-Ю сидит на полу перед атаманкой. Рядом с ней газетный лист. Я вхожу, останавливаюсь. Ю-Ю смотрит на меня пристально, неподвижными, немигающими глазами. Я гляжу на нее. Так проходит с минуту. Во взгляде Ю-Ю я ясно читаю. Вы знаете, что мне нужно. Не притворяйтесь. Все равно просить я не буду. Я нагибаюсь поднять газету и тотчас слышу мягкий прыжок. Она уже на атаманке. Взгляд стал мягче. Делаю из газеты двухскатный шалашек и прикрываю кошку. Наружу только пушистый хвост. Но и он понемногу втягивается, втягивается под бумажную крышу. Два-три раза лист хрустнул, шевельнулся, и конец. Ю-Ю спит. Ухожу на цыпочках. Бывали у меня с Ю-Ю особенные часы спокойного семейного счастья. Это тогда, когда я писал по ночам. Занятие довольно изнурительное, но если в него втянуться, в нем много тихой отрады. Царапаешь, царапаешь пером. Вдруг не хватает какого-то очень нужного слова. Остановился. Какая тишина. Шипит, еле слышно, керосин в лампе, шумит морской шум в ушах. И от этого ночь еще тише. И все люди спят, и все звери спят, и лошади, и птицы, и дети, и коленые игрушки в соседней комнате. Даже собаки и тени лают. Заснули. Косят глаза, расплываются, и пропадают мысли. Где я? В дремучем лесу или наверху высокой башни? И вздрогнешь от мягкого, упругого толчка. Это Ю-ю легко вскочила с пола на стол. Совсем неизвестно, когда пришла. Поворочается немного на столе, помнется об любого места и сядет рядышком со мной у правой руки пушистым горбатым в лопатках комком. Все четыре лапки подобраны и спрятаны. Только две передние бархатные перчаточки чуть-чуть высовываются на руку. Я опять пишу быстро и с увлечением. Порою, не шевеля головою, брошу быстрый взор на кошку, сидящую ко мне в три четверти. Ее огромный изумрудный глаз пристально устремлен на огонь, а поперек его, сверху вниз, узкая, как лезвие бритвы, черная щелочка зрачка. Но как к ним мгновенно движение моих ресниц, Ю-ю успевает поймать его и повернуть ко мне свою изящную мордочку. Щелочки вдруг превратились в блестящие черные круги, а вокруг них тонкие каемки янтарного цвета. Ладно, Ю-ю, будем писать дальше. Царапает, царапает перо, сами собой приходят ладные, уклюжие слова, в послушном разнообразии строятся фразы, но уже тяжелеет голова, ломит спину, начинают дрожать пальцы правой руки, того и гляди, профессиональная судорога, вдруг скорчит их, и перо, как застренный дротик, полетит через всю комнату. Не пора ли? И Ю-ю думает, что пора. Она уже давно выдумала развлечение, следит внимательно за строками, вырастающими у меня на бумаге, водя глазами за пером и притворяется перед самой собой, что это я выпускаю из него маленьких, черных, уродливых мух. И вдруг хлоп лапкой по самой последней мухе, удар меток и быстр, черная кровь размазана по бумаге. Пойдем спать, Ю-юшка, пусть мухи тоже поспят до завтрева. За окном уже можно различить смутное очертание милого моего ясеня. Ю-ю сворачивается у меня в ногах на одеяле. Заболел Ю-юшкин дружок и мучитель Коля. Ох, жестока была его болезнь. До сих пор страшно вспоминать о ней. Тут только я узнал, как невероятно цепок бывает человек и какие огромные неподозреваемые силы он может обнаружить в минуты любви и гибели. У людей, Ника, существует много прописных истин и ходячих мнений, которые они принимают готовыми и никогда не потрудятся их проверить. Как тебе, например, из тысячи человек 999 скажут, кошка – животное эгоистическое, она привязывается к жилью, а не к человеку. Они не поверят, да и не посмеют поверить тому, что я сейчас расскажу про Ю-ю. Ты, я знаю, Ника, поверишь. Кошку к больному не пускали. Пожалуй, это и было правильным. Толкнет что-нибудь, уронит, разбудит, испугает. И ее недолго надо было отлучать от детской комнаты. Она скоро поняла свое положение, но зато улеглась, как собака, на голом полу снаружи, у самой двери, уткнув свой розовый носик в щель под дверью. И так пролежало все эти черные дни, отлучаясь только для еды и кратковременной прогулки. Отогнать ее было невозможно, да и жалко было. Через нее шагали, заходя в детскую и уходя ее, толкали ногами, наступали ей на хвост и на лапки, отшвыривали порою в спешке и нетерпении. Она только пискнет, даст дорогу и опять мягко, но настойчиво возвращается на прежнее место. О таковом кошачьем поведении мне до этой поры не приходилось ни слышать, ни читать. На что уж доктора привыкли ничему не удивляться, но даже доктор Шевченко сказал однажды со снисходительной усмешкой, комичный у вас кот дежурит, это курьезно. Ах, Ника, для меня это вовсе не было ни комично, ни курьезно. До сих пор у меня осталась в сердце нежная признательность к памяти Юю за ее звериное сочувствие. И вот что еще было странно. Как только в коленные болезни за последним жестоким кризисом наступил перелом к лучшему, когда ему позволили все есть и даже играть в постели, кошка каким-то особенно тонким интинктом поняла, что пустоглазая и безносая отошла от коленного изголовья, защёлкав челюстями от злости. Юю оставила свой пост. Долго и бесстыдно она отсыпалась на моей кровати, но при первом визите к Коле не обнаружила никакого волнения. Тот ее мял и тискал, осыпал ее всякими ласковыми именами, назвал даже от восторга почему-то Юшкевичем. она же вывернулась ловко из его еще слабых рук, сказала мрм, спрыгнула на пол и ушла. Какая выдержка, чтобы не сказать спокойное величие души. Дальше, милая моя Ника, я тебе расскажу о таких вещах, которым, пожалуй, и ты не поверишь. Все, кому я это не рассказывал, слушали меня с улыбкой, немного недоверчивый, немного лукавый, немного принужденно учтивый. Друзья же порою говорили прямо, ну и фантазии у вас, у писателей, право позавидовать можно. Где же это слыханно и видно, чтобы кошка собиралась говорить по телефону? А вот собиралась-таки. Послушай, Ника, как это вышло. Встал с постели Коля худой, бледной, зеленой, губы без цвета, глаза ввалились, ручонки на свет сквозные, чуть розоватые, но уже говорил я тебе, великая сила и неистащимая человеческая доброта. Удалось отправить Колю для поправки в сопровождении матери верст за двести в прекрасную санаторию. Санатория эта могла соединяться прямым проводом с Петроградом и при некоторой настойчивости могла даже вызвать наш дачный городишко, а там и наш домашний телефон. Это все очень скоро сообразила Колина мама, и однажды я с живейшей радостью и даже с чудесным удивлением услышал из трубки милые голоса, сначала женский, немного усталый, деловой, потом бодрый и веселый детский. Юю с отъездом двух своих друзей, большого и маленького, долго находилась в тревоге и недоумении, ходила по комнатам и все тыкалось носом в углы, ткнется и скажет выразительно «Мик». Впервые за наше давнее знакомство я стал слышать у нее это слово. Что она значила, по-кошачьей я не берусь сказать, но по-человечески оно ясно звучало примерно так. Что случилось? Где они? Куда пропали? И она озиралась на меня широко раскрытыми желто-зелеными глазами. В них я читал изумление и требовательный вопрос. Телефонный аппарат наш помещался в крошечной передней на круглом столике и около него стоял соломенный стул без спинки. Не помню, в какой из моих разговоров с санаторией я застал Юю сидящую моих ног. Знаю только, что это случилось в самом начале. Но вскоре кошка стала прибегать на каждый телефонный звонок и, наконец, совсем перенесла свое место жилья в переднюю. Люди вообще весьма медленно и тяжело понимают животных. Животное людей гораздо быстрее и тоньше. Я понял Юю очень поздно, лишь тогда, когда однажды среди моего нежного разговора с Колей она беззвучно прыгнула с полом мне на плечи, уравновесилась и протянула вперед из-за моей щеки свою пушистую мордочку с настороженными ушами. Я подумал, слух у кошки превосходный, во всяком случае лучше, чем у собаки и уж гораздо острее человеческого. Очень часто, когда поздним вечером мы возвращались из гостей, Юю, узнав издали наши шаги, выбегала к нам навстречу за третью перекрестную улицу. Значит, она хорошо знала своих. Так что же мудреного в том, думал я, что она узнала Колин милый голос и потянулась посмотреть, где же спрятан ее любимый дружок. Мне очень захотелось проверить мою догадку. В тот же вечер я написал письмо в санаторию с подробным описанием кошкиного поведения и очень просил Колю, чтобы в следующий раз, говоря со мной по телефону, он непременно вспомнил и сказал в трубку все прежние ласковые слова, которые он дома говорил Ююшке. А я поднесу контрольную слуховую трубку к кошкиному уху. Вскоре получил ответ. Коля очень тронут памятью Ююю и просит передать ей поклон. Говорить со мной из санатории будет через два дня, а на третий соберутся, уложатся и выйдут домой. И правда, на другой же день утром телефон сообщил мне, что со мной сейчас будут говорить из санатории. Ююю стояла рядом на полу. Я взял ее к себе на колени, иначе мне трудно было бы управляться с двумя трубками. Зазвенел веселый свежий Колин голосок в деревянном ободке. Какое множество новых впечатлений, знакомств, сколько домашних вопросов, просьб и распоряжений. Я едва-едва успел вставить мою просьбу. Дорогой Коля, я сейчас приставлю Ююшке к уху телефонную трубку. Готово. Говори же ей твои приятные слова. Какие слова? Я не знаю никаких слов. Скучно отозвался голосок. Коля, милый, Юю тебя слушает. Скажи ей что-нибудь ласковое, поскорее. Да я не знаю, я не помню. А ты мне купишь наружный домик для птиц, как здесь у нас вешают за окна? Ну, Коленька, ну, золотой, ну, добрый мальчик, ты же обещал с Юю поговорить. Да я не знаю говорить по-кошкиному, я не умею, я забыл. В трубке вдруг что-то щелкнуло, крякнуло, и из нее раздался резкий голос телефонистки. Нельзя говорить глупости, повесьте трубку, другие клиенты дожидаются. Легкий стук, и телефонное шипение умолкло. Так и не удался наш с Юю опыт, а жаль. очень интересно мне было узнать, отзовется ли наша умная кошка или нет на знакомые ей ласковые слова своим нежным муррум. Вот и все про Юю. Не так давно она умерла от старости, и теперь у нас живет кот воркот, бархатный живот. О нем, милая моя Ника в другой раз. в другой сей ой, алкеновую ласковую ласковую и до до в другой до ласковую систему